Всем доброе утро, ребята! Это день второй влогов, влог-массы. Начинаю его сейчас на телефон, в машине, потому что мы летим в больницу, немножко опаздываем, а уже проснулись позавтракали давным-давно, ждали, пока Леон проснется, и вот он проснулся, и едем в больницу, немножко, как я уже сказала, опаздываем, у нас запись чуть раньше была, но ничего страшного, если вы смотрели мой вчерашний влог, то видели, что мы были в больнице, и нам сказали сегодня вернуться туда, к педиатру проверить, все ли хорошо у Леонечка, и у меня сегодня запись тоже, я хочу сдать кровь на анализы, я все время сдаю, каждый год, для того, чтобы проверить, все у меня окей или нет. Также Моя Мира еще сейчас закинем в спортзал, он пойдет в спортзал, там, по идее, я должна была сегодня тоже с ним идти в спортзал, у нас был челлендж с ним, но я не могу, не успеваю, потому что вот нужно с Леонечком заехать в больницу. Ну что же, официально начинаем этот влог, мы уже вернулись домой после больницы, все хорошо, все отлично, взяла свою камеру, потому что я ее забыла дома, и вообще, мы так быстро вылетели в больницу, если честно, то, что я вообще не помню, как мы туда поехали. Леон немножко капризничает сейчас, но с ним там моя мама наверху. Так что да, второй день влогов, всем доброе утро, привет, ребята, начинаем этот день. Амир уже побегал, сходил в спортзал, пока мы были в больнице, поподнимал веса, и теперь он взял машину и уехал в другой город, в Аликанте, на тренировку по ММА, и приедет, я не знаю, он через несколько часов, ну, я думаю, часа через 3-4, так что мы пока что дома, я безумно голодная, хочу есть, на завтрак ела вот такой малюсенький омлетик. Также мне сегодня пришла еще посылка, которую я ждала, если вы помните, я рассказывала то, что у меня очень старый макбук, на котором я редактирую видео, и я купила, наконец-таки, себе новый, он суперновый, 2019 года, 16 дюймов, все суперкрутые, самые топовые характеристики, теперь у меня будет видео получаться намного быстрее, сгрузиться, потому что на старом компьютере у меня просто нереально долго это все он делает, он думает, так что да, я безумно рада, нам почтальон оставил эту посылку, у меня, кстати, камера сейчас стоит на этой посылке, он оставил ее около двери, я переживала, чтобы ее никто не стащил, но вот, она дошла, но, слава богу, все окей, она дошла, также у нас немножко грязно в комнате, потому что, я говорю, это утро было просто сумасшедшее, я сейчас буду укладывать Леона спать, открою эту посылку, компьютер, буду с ним играться, разбираться, также я гружу свой влог с первого дня, вон Леон идет сзади, а у него писька видна, писька видна, нельзя в камеру, письку, писью в камеру нельзя показывать, нельзя, отдай, 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 это, а это, скажи, отдай мне, скажи, дай, скажи, отдай, так что да, давайте откроем компьютер этот, посылку, просто я ждала ее все выходные, и, если честно, я просто не могла дождаться, когда мне, наконец-таки, она придет, потому что я так уже устала от этого своего старого компьютера, так что да, я безумно рада, еще я, кстати, сегодня не открывала календари, мы вообще про них забыли, потому что утро было, как я сказала, сумасшедшее, поэтому сейчас еще буду открывать календари, вообще декабрь нас не отпускает, если честно, декабрь просто какой-то у нас начался в темпе, знаете, вот так вот, так что да, давайте откроем, наконец-таки, мою посылочку, магазин, кстати, с которого я покупала, это Финак, это как медиамаркет, то есть это исланский магазин, у них там была небольшая скидка, буквально 5% на Черную Пятницу, и мы как раз мимо проходили, и решили, что почему бы и нет, знаете, вот, и взяли макбук. Are you ready? Are you ready? О, да, детка. Посмотрите, он такой огромный, такой классный, так вкусно пахнет. Подарка никакого не положили, я думала положить подарок. Я буду вот так спать теперь. Чтобы вы понимали, последний раз я обновляла свой макбук, но я не знаю, ну реально, лет, наверное, 6-7 назад, поэтому он у меня супер долго, и он супер медленно работает, так что я рада, что наконец-таки мой муж меня побаловал и купил мне новый компьютер. А ну что, вы готовы к этому? Традиционное медленное открытие коробки Apple, ихняя. О, да, детка. Можно поесть, а потом делать? Да, можно. Всё, я иду есть. Сейчас я... Я иду есть. А, ты идёшь есть? Да, ты идёшь к ребенку. Смотрите, ребятки, какой он классный. Он такой вкусно пахнющий. Вот здесь лежат паспорт, зарядка. И провод. Вот. Я всё это уронила. Отлично. Смотри. Класс, да? Ага, ты, конечно. Всё, уже... Наконец-таки у меня появилось время на себя. Я уложила Лёночка спать на второй дневной сон. Он спит. А мир, как я сказала, уехал. Моя мама тоже отдыхает. Лёна, кстати, сегодня ещё раз стошнила. Но я считаю то, что его стошнило из-за того, что он засунул себе в рот ложку. У него в игровой комнате в своей была такая ложка, в которой, типа, дети учатся учиться. Она такая выгнутая. И он, мне кажется, её сильно глубоко засунул. И у него сработал этот рвотный рефлекс. Поэтому, да, после этого он выпил бутылку молока. Так что всё окей. Он уснул. А сейчас спит. Я немножко убралась в комнате. Разгребла нашу комнату. Бардак, который мы сделали за сегодняшнее утро. Нахожусь сейчас в спортзале. Кстати, у меня дам рту конфетка для горла. Так как мы все немножко болеем. Вот. Нахожусь сейчас в спортзале, чтобы не говорить громко. Так как Лёнчик там спит. У него играет музычка. И что вы думаете? Что мы с вами забыли сделать? Вот что мы с вами забыли сделать. Открыть все наши календари. Которых пока что только два. Так, киндер мы ещё не открывали сегодня. Ну, если честно, мне пока что его есть не хочется. Но я всё равно открою. Можно это одной рукой сделать или нет? Я, наверное, открою и оставлю Амиру. Он приедет в тренировки и съест конфетку. Конфетка. Смотрите, какое милашество. Шок бонс. Так. О, какой тяжёлый мой календарь. Где у нас двойка-то? Вот, двойка. Большая сегодня двойка. Так. Что это у нас? Это боди-крем. Крем для тела. Блин, я не знала. Если честно, то что Элемис делает ещё и для ухода за телом. Ну, что ж, обязательно попробуем сегодня вечером. Скажу вам опять своё мнение сегодня вечером перед сном, когда буду делать ежевечерний уход. Календари мы с вами открыли. И вот, смотрите, я вам хотела прям показать. Специально принесла сюда в комнату. В спортзал для сравнения. С каким компьютером я работала раньше. То есть, этот компьютер, я не знаю, какого он года. Мне кажется, 2012-го. Или как только вот вышли маки Pro. Мне кажется, вот этот, тот мак с того времени. Представляете? То есть, ну, насколько долго он у меня. Он нереально тяжёлый. Мне кажется, ему можно убить прям человека на самом деле. И вот новый компьютер. Сейчас я вам покажу его для сравнения рядом. Посмотрите. То есть, вот старый, а вот новый. Новый, больше, это 13, это 16. И внутри они совершенно другие. Сейчас я положу камеру. И вам покажу. Вот такой чистый, свежий, новый компьютер. Блин, нужно его установить. Сейчас посмотрите, какой у него широкий, приширокий экран. Вот эти бортики очень маленькие. А на моём, блин, вот честно, очень непривычно. Посмотрите, какие бортики на моём старом компьютере. Видите, какие широкие прям. И вообще, он такой тяжёлый. А этот больше, но он, ну, я бы сказала, он такой же по весу, если честно. Ну вот. Для сравнения вам, на каком компьютере я работала и сейчас буду работать. Никаких отговорок. Так, если вы хотите свой канал создать, то вы можете его создать, даже если у вас, там, не знаю, какой-то супердревний компьютер. Я до последнего дня редактировала на нём все видео. Я не жалуюсь, абсолютно не жалуюсь. Я просто вам говорю то, что многие люди говорят. Я хочу начать свой YouTube-канал снимать, но у меня нету аппаратуры для этого. Там камеры нету, компьютера нету. Нет. Это всё ваши отговорки. Можно начать всё с нуля без единого вложения, даже с того, что у вас есть. Я почему это вам сейчас говорю? Потому что я уже давно работаю над созданием своего курса для того, как стать блогером. Не то, чтобы стать блогером, а для того, как развить свой канал на YouTube успешно с нуля. Просто с нуля, без всяких вложений. Я знаю то, что очень много других блогеров создавали такие фишки, типа разные курсы, книги писали. Я, если честно, это всё изучила до того, как я решила сделать свой курс. И все из них, людей, которые вот создавали такого типа курса, они всё это говорят настолько поверхностно. То есть они дают как бы вам показывать на дверь, куда нужно идти, но не дают вам ключа к ней. Я решила то, что я создам такой курс, который будет отвечать на все ответы, давать все ключи ко всем дверям. Будут даже ссылки давать на программы, или же там будут программы прямо на сайте у меня, которые можно загружать для редактирования. Поэтому это очень глобальный такой масштабный проект. Я над ним уже давно работаю, до сих пор работаю каждый день. Сама всё делаю, то есть мне никто не помогает, у меня нету никакой команды, которая там за меня строит сайт, или я кому-то плачу деньги, и опять же всё делаю сама, без всякой помощи, без всяких затрат. Так что да, если вы подписаны на мой инстаграм, то я вам рассказывала, что этот курс, он будет доступен после Нового года, потому что только после Нового года у меня появится время, чтобы его окончательно реализовать. Так я потихонечку над ним работаю, и тем более в этом году я решила снимать влоги, в декабре делать влогмаз каждый день, поэтому категорически не хватает времени на окончание, завершение своего курса. Но тем не менее, идеи, которые мне приходят каждый день в повседневной жизни, если честно, блин, ребят, вот столько всего на эту тему вам рассказать, и столько объяснить, то, что развеять все эти стереотипы, то, что люди думают, им нужно там свет правильный, или им нужна камера какая-то сногсшибательная, или компьютер, там программа, можно редактировать где угодно, можно снимать на что угодно. Просто нужно это уметь делать, и вам даже не нужно тратить ни цента на того, чтобы хотя бы попробовать, понравится вам вообще быть и работать вот в этой сфере блогинга на ютюбе или нет, потому что сейчас конкуренция очень большая, многим людям очень сложно вообще вырваться и набрать какую-то аудиторию. Короче, мой курс будет абсолютно обо всем этом, и мне кажется, он будет самый развернутый, самый подробный курс, потому что он будет написан с моего опыта, как я создавала свой канал просто с нуля, без единого вложения, цента я никогда в жизни не тратила ни на рекламу, ни на свои гаджеты. Это единственное, мне пару раз там, может быть, папа мой покупал там камеру, да, вот эту вот Canon, и то только он мне ее купил только тогда, когда у меня уже на ютюбе было 100 тысяч, то есть я до 100 тысяч подписчиков вообще ничего не тратила. Я снимала на то, что у меня просто раньше было дома, я просто это взяла и начала с этого работать, поэтому мой курс будет об этом. Он также будет для начинающих, как просто с нуля, с ноль знаний в голове начать это все делать. Я вам все подробно расскажу, покажу, на этом курсе будут также видеоуроки небольшие, поэтому да, курс будет платный, многие из вас меня спрашивали. Блин, если честно, я во влогмассе вообще не заморачиваюсь, потому что влоги идут каждый день, я не крашусь, у меня просто сегодня на это, если честно, не было времени, но я думаю то, что вы мне понимаете, реальность, она всегда располагает, вот. Так что, как я говорила, курс будет платный, многие из вас меня спрашивали в Инстаграме насчет этого, будет ли он доступен для всех или будет ли он платный. Я могу сказать вам так, он будет доступен для всех, я так считаю. Насчет цены я не могу еще точно вам назвать, но у меня уже есть такая цена у себя в голове за вот этот вот труд. Цену я буду ставить только за свое время, потому что я делаю все сама, опять же. Это очень долго, это такая информация, которой не каждый блогер с вами поделится, поэтому цена будет только вот за мои усилия, время, которое я потратила на создание этого курса. Поэтому купить его сможет практически каждый, мне кажется, и цена будет очень весомая и правильная за, опять же, как я говорила, мои усилия, которые я ко всему этому приложила. Так что да, вот такие вот новости вас ждут в будущем на моем канале и на моем аккаунте Инстаграм. Вы представляете, что мы сделали? Посмотрите, что случилось. Это все Амир. Мы открыли весь календарь, блин, в прошлом году было то же самое. В один прекрасный вечер нам просто надоело, и Амир захотел шоколада, и он сказал, ну давай откроем, я говорю, но я не против. Короче, мы съели весь календарь, представляете? Он вернулся уже с тренировки. Вот мы сейчас сидим и играем с Ленечком. Я разбираюсь с новым компьютером, хочу скачать себе Final Cut. Так, он у меня тут есть, но, блин, я бы его перекинула через жесткий диск, но здесь нету, оказывается, разъема YouTube. О, это не YouTube, боже, что я говорю? USB, мне нужно покупать будет. Вот, так что да, мы все съели, вот осталось еще пару конфеток. Как такое возможно просто, babe? How did we do this? Why did we do this? Last year? No, you, it's your fault. Give me помещение. Last year we also did the same. Give me, can I... Дай, дай. Дай, пожалуйста, дай. Дай, давай, давай, давай. Дай, дай, дай. Ну, дай. Ленчик, дай. Дай. Аккуратно. Дай. Спасибо, Ленчик, ура! Беру несколько часов, пытаюсь разобраться, как мне скачать Final Cut Pro бесплатно. В прошлом году, когда я это делала, у меня это было, нам получилось намного проще. Сейчас все намного сложнее. Бесплатно найти очень-очень сложно. Все, можно скачать только с пиратских сайтов. Поэтому, да, я это сейчас пытаюсь выяснить. Леон скоро пойдет спать. Он берет конфеты. Так что, да, мы сейчас уложим Леона спать. Он уже пойдет спать, и время к 8 подходит без 9. И будем ставить елку. И нам придется купить новый календарь, потому что мы это закончили из Амира. Представляете? Короче, да, завтра поедем за новым календарем. У нас случился пипец. Мы, короче, с Амиром. Моя мама идет нам на помощь. Леон спит. Тихо. Боже, посмотрите. У нас огромный паук вот там, на стене сидит. А, ты, дом соски. Я его убила. Но ты его не убила, мама. Мам, ты его не убила. Мам, ты его не убила. Он просто так... Офигеть. О, китти. Срятуйтесь. Срятуйтесь. Я знаю, почему ты дохлешь Я знаю, что ты дохлешь Отмочи Если ты не убьешь, то shut up, Биб Не дай мне Я кладу ее Я кладу ее Молодцы, так что мы можем бегать Как ночью? Это мой интерес Это зарядка, что здесь Это же зарядка Ну ничего себе Ребята, это была какая-то жесть Вы не представляете, мы с Амиром лежали на кровати Разговаривали, сидели в телефонах И тут я вижу это пятно Я просто в шоке Он там вот такой паучище, прикидывайте, сидел У него такие длиннючие лапы были Я так большой О, боже Я еще такая Смол Биби, это для того, чтобы ты бегаешь на маунтинге Для того, чтобы люди видят Леон спит Короче, да, вот такой вот контент сегодня Вчера мы ездили в больницу Сегодня у нас вот такой паук на стене сидит По-моему, в влоге Влогмус очень интересный получается Скажи Амиру Что это мы папе на день рождения дарили Кто хочет такой подарок на день рождения Да, ты что, весь был неизменимый Он там влазил весь Тихо Леон спит Сигнал Включен Пошел О, боже Тихо Это на дискотеку так можно идти На вечеринку На вечеринку На вечеринку А я на кинотехнике батареи Ну все, давай, держи О, боже Как я тебе тоже такой куплю Бебе, ты хочешь один? Она купит тебе На вечеринку Мы купили это как подарок для моего папа На его рождения Я не знаю Это была ее идея Ну, знаешь, я думаю Она вернулась на него после кофе-гриндера Короче, один раз мой папа подарил моей маме на 8 марта Ну, как это была моя идея Кофе-машинку, которая молит кофе Это, ну, как бы подарок Который ни одна женщина не хотела бы получить И мама была настолько расстроена Но она это не показала То, что вот Она через несколько лет на папе отыгралась Она подарила ему вот такую вот бесполезную штуку на день рождения Веселая у нас семейка, да? Как я говорила вчера во влогмассе Мы собирались поставить елку И из-за всех наших происшествий у нас не получилось Паука мы убили Мы все в безопасности Поэтому давайте же наконец-таки соберем эту елку Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Ну что же Из-за адвентарского календаря Сегодня у меня это лосьон для тела Поэтому сейчас мы с вами попробуем Неделю Видите Я уже очень много его использовала Потому что я вообще не экономично пользуюсь Смотрите как я пользуюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто протираю Я просто протираю лицо Это тоник с экстрактами роз Он идет из одной серии с кремом невесты Тоже от Султанда Сама Кстати знаете Я попробовала крем невесты Первый раз Я написала у себя пост в инстаграме То что я не в восторге Сейчас я им начала пользоваться довольно-таки часто Каждый день на протяжении недели И я могу сказать Что кожа от него очень хорошая То есть нет ничего такого Знаете что вау Но я когда вот Например ночью ложусь И перед сном мажусь этим кремом И утром я встаю То да у меня кожа Ну ладно Она у меня вау Хорошая короче Вот Ну то есть я не могу сказать Это что-то must have Как многие говорят Но он неплохой Да Он моей коже Он подходит И я могу даже сказать Потому что он мне нравится этот крем Ну и давайте Коль уж мы сегодня Используя этот тоник Султанда Саба Я использую вот этот крем невесты Про который я только что говорила Он тоже видите Розовый Такой То есть крем розовый Тоник тоже такой более красный Он очень увлажняющий Называется этот крем Би-би-крем Совершенно не понимаю Почему они назвали его Би-би-крем Потому что в нем Нет вообще никакого пигмента Что я просто пальцем Вот так вот заложу Беру много И наношу На все лицо Я люблю лицо Когда у меня при сном Очень сильно увлажнено Так что я Совсем не жалею крема Этот крем очень хорошо увлажняет Мне нравится Как он увлажняет кожу То есть он не супер жирный Но в меру Ее увлажняет Не люблю Когда супер жирная На лице Липко так Поэтому Этот крем Неплохой И дальше у меня тут Крем под глаза От Estee Lauder Night Repair Мой ежевечерний крем Под глаза Видите У меня совсем уже чуть-чуть осталось Все я прям пользуюсь Довольно-таки часто Мне нравится Пока что лучший крем Я не нашла Хотя я в поисках Я не против нового Если честно Потому что Этот мне немножко Поднадоел Хочется чего-то Нового Бальзам для губ Самый обыкновенный От Natura Siberica Дали мне его в самолете Давайте с вами попробуем Вот этот лосьон Вот так он называется Он такой Не бордовый Как это сказать Такой нюдовый Нюдовым оттенки Пахнет Приятно Но на любителя Знаете Он такой Сначала вроде приятный Запах А если к нему принюхаться Это какое-то отдаление Такое странное Немножко Даже не могу сказать Чем пахнет Мне кажется Немножко похож на Детский крем Какой-то Но пока что мне нравится Знаете Он такой прям Реально вот В лакшери На коже ощущается Ну что же Ребятки Наша рутина Вечерняя подошла К концу Средства я попробовала Сейчас собираюсь Идти спать Я сегодня получила Уже свой компьютер Как вы видели В этом влоге Я до сих пор Его не могу настроить Может быть Кто-то из вас знает И может мне помочь Советом в комментариях Под этим видео Потому что я думаю То что я до сих пор Буду завтра разбираться В тот момент Когда я загружу этот влог Со своим новым компом Две программы Мне нужно перенести На новый компьютер Это фотошоп И файнал кат Знатоки Пожалуйста Откликнитесь Мне здесь В комментариях Я конечно могу Это все сделать Сама Найти в интернете Но может быть Вы знаете лучше Чем я И поможете мне быстрее Так что да Сегодняшний влог Подошел к концу Это был второй День Влогмесса Спасибо вам большое За просмотр Этого видео Я вас всех Безумно люблю Если вам Понравилось Это видео Не забудьте Поставить палец вверх Если вы продолжаете Смотреть мои влогмессы То помните Что видео Выходят каждую неделю То есть Они выходят через день Сегодня я снимаю Завтра загружаю Так что да Я вас всех Еще раз скажу Безумно Безумно люблю Спасибо что вы со мной Спасибо что поддерживаете Смотрите мои влоги И вы такие активные Просто нереальные подписчики У меня Всем поцелуи Новогоднего настроения Пока Увидимся завтра Субтитры сделал DimaTorzok